В городе кипит жизнь и мало кто обращает внимание на серых ворон, которые рядом с пешеходным тротуаром занимаются своими делами. Впрочем, на первый взгляд может показаться, что вороны тоже мало обращают внимания на проходящих мимо них людей, но это только на первый взгляд. Дело в том, что эти птицы настолько умны, что они отлично понимают, кто для них представляет опасность, а кого бояться не стоит. Как вы думаете, чем сейчас занята эта троица? Это взрослая ворона и два слетка. Взрослая учит молодежь размачивать в луже сухую пищу, в данном случае рыбу. Для опытных ворон размачивание пищи – обычное дело. Показав, старшая оставила отпрыском лакомый кусочек, чтобы те попрактиковались и ушла. Вообще, вороны – очень заботливые родители. Когда птенцы покидают гнездо, они еще долго их опекают. Обучают всяким житейским премудростям, кормят, охраняют, наблюдают за ними издали. Если приблизиться к слеткам, родители начинают нервничать, кричат, перелетают с ветки на ветку, стучат клювом. Могут даже стукнуть пришельца. Кстати, у ворон каждый год бывает только один выводок. Несмотря на то, что начинают они гнездиться очень рано. Вторую кладку не делают потому, что долго присматривают за птенцами после их вылета из гнезда. А знаете, как вороны добывают шерсть для своего гнезда? Дергают ее из шерстяных животных. Вы думаете, зачем они крутятся возле лам? Как раз для этих целей. Антон Барановский наблюдал, как ворона выщипывала шерсть у кота. А тому это даже нравилось. Он лежал, подняв лапки вверх и сам подставлял ей живот. Вороны по праву считаются самыми умными птицами. Приведем несколько примеров, подтверждающих это. Многим хорошо знакома привычка ворон делать запасы. Это, конечно, умеют делать и другие птицы. Но вороны пошли в этом деле намного дальше. Если ворона хочет что-то спрятать и при этом замечает за собой слежку сородичей, то пытается их обмануть. Делает вид, что закопала добро, а сама переносит его в другое место. Наблюдающие довольно быстро распознают ее хитрость, моментально теряют интерес к месту захоронения и следуют за ней. Эти соревнования в конспирации могут продолжаться очень долго. И кто его знает, какую цель в этом случае преследуют обе стороны. Возможно, так они вовсе не пытаются обхитрить друг друга, а всего лишь играют в прятки. Любят вороны также играть с различными предметами в воздухе. Одна взлетает высоко и бросает предмет, другая подхватывает его недалеко от земли. После чего участники игры меняются местами. Очень любят кататься с детских горок. Причем скатившись, а неважно, пешком, ни разу не взмахнув крыльями, идут к лестнице, подражая детям. Эти птицы способны решать сложнейшие задачи. Их развитый мозг постоянно занят решением всякой всячины и позволяет додумываться до самых хитроумных способов добывания пищи. Очевидцы наблюдали, как три вороны на соседнем балконе лакомились тортиком. Две поднимали крышку, а третья ела. Потом менялись местами. Хорошо наугощавшись, воришки оставили коробку закрытой, как ни в чем не бывало, и улетели. А вот еще один случай из наблюдений другого очевидца. Как-то вороны выудили из помойки целую кучу селедочных скелетов и не придумали ничего лучшего, чем зажать их автомобильными дворниками, чтобы удобнее было выклевывать съедобное. Представляете реакцию хозяина машины после увиденного? Ворона настолько умна, что не будет портить свой клюв, пытаясь извлечь содержимое ореха, а бросит его на проезжую часть и подождет, пока колеса автомобиля раздавят скорлупу. А чтобы забрать его, она подождет, пока загорится красный свет. Любят вороны также, взлетая высоко, бросать орехи на асфальт. Причем в этом случае их целью не всегда является извлечение содержимого. Антон Барановский наблюдал однажды такую картину. Ворона взлетала и бросала на тротуар орех, но он оставался целым. Птица терпеливо повторяла попытку снова и снова. Ученый не выдержал и раздавил скорлупу. И тут произошло невероятное. Птица заголосила на всю округу. Она совсем не обрадовалась расколотому ореху. Оказывается, она игралась. Наругавшись вдоволь, ворона улетела, так и не забрав поломанную игрушку. Очень любят вороны дразнить кошек и собак, дергая их за хвосты. Этот прием они используют также, чтобы отвлечь их внимание. Как-то на глазах прохожих две вороны отняли таким способом кусок колбасы у кота. Одна дергала за хвост, а другая в этот момент воровала. Все эти примеры доказывают отличные интеллектуальные способности ворон. Но куда девается их ум и сообразительность, когда речь заходит о выращивании потомства? Почему в этом ответственном деле они вместо того, чтобы объединяться и помогать друг другу, делают все в одиночку и к тому же враждуют с соседями, тем самым усложняя себе жизнь? В результате у их потомства значительно уменьшаются шансы на выживание. Перед нами воронье гнездо, с которым связана печальная история. Изначально в нем было шесть птенцов, но потом недалеко от него поселилась колония чибисов, которые очень не любят ворон из-за того, что те могут украсть у них яйца или птенцов. Поэтому чибисы каждый раз нападали на ворон, когда они несли в гнезду корм. Происходило это так. Группа чибисов кидалась на ворону, сажала ее на землю и тут же разлеталась. Как только ворона пыталась взлететь, чибисы опять нападали. Так у вороны уходило полчаса, чтобы пролететь полкилометра. В результате родители все реже и реже прилетали, и пять птенцов из шести погибло от голода. Абсолютно непонятно, почему самые умные птицы, которые в холодное время года держатся вместе и помогают друг другу, в гнездовой период решают все свои проблемы в одиночку. Ну вот и все, что мы хотели рассказать о воронах. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного о птицах, населяющих Россию. До скорых встреч!